Админ, ку-ку. Сейчас, секунду. Да, слушаю вас, Григорий. Сергей, можно мне дать этого соуправителя права? Вы уже. Ага. Тогда, значит, запись она включена, да? Да. Спасибо. Так. Значит, меня сегодня учила Василина. Угу. Учила с этим, значит, пользоваться. Значит, ага. Так, сейчас я должен выключить каким-то способом, я забыл, как выключить у всех микрофоны. Там нажмите на участники, и там есть кнопка отключить микрофон у всех. В правом нижнем углу. Так, на участники я нажал. Вот, нажимаю. Ага, вот. Сейчас. Вот смотрите, микрофон сейчас включен, например, у меня и у вас. Вот можете у меня выключить. Нет, я вот хочу найти кнопку. А он зелененький и прыгает такой, кнопка. Не вижу нигде. Посмотрите, в участники зашли? Да, в участники надо зайти сначала. Так, я нажал участники. А, вон справа, понял. Список видите? Да. Напротив меня есть микрофончик, он прыгает. Да, вижу, да. Нажмите на него, ну, как бы, либо на меня, и там отключить звук, какая-нибудь появится. Вот, теперь только мой микрофончик работает. Нет, я еще могу говорить. Вы не выключите. Нет. На админа нажимаете? Стоп, стоп, стоп. Нажимать-то на что надо? На сам микрофончик? Есть разные функции. Либо вы нажимаете на меня. А, вы меня не можете выключить, я организатор. У вас не выйдет. А, ну, хорошо. Ну, пускай. Вы со мной не справитесь. Значит, такое правило. Значит, здесь есть штуковина, с помощью которой можно поднимать руку. Я, правда, опять не помню, где она находится. Кто знает, как... Три точки. Три точки. Есть там, как бы, как это называется. Ну, у меня после трех точек есть вот так руку поднять, вот я поднял. Например. А, вот там ладошка такая появилась. Да, да, да. Ага. Вместо ладошки вот так я могу отпариться еще поднять. А, вот рядом с... Больше тут написано реакция. Да, да, вот это и есть она. Вот, значит, тот, кто хочет говорить, поднимает ладошку или делает вот так вот, а? Да. Ну, кто с видео включен, тот... И тогда я ему включаю микрофон. Понятно? Вот. Так, а чтобы мне всем включить микрофоны, это что, надо на всех нажимать по очереди? Ну-ка, так вот сделаем. Нет. Оно не включается. И даже админ выключился. Так, а если так? Нифига. Ну, я сам выключился. Смотрите, еще раз. Вы можете... А, когда вы нажимаете на три точки, у вас есть кнопка отключить звук? А, стоп, не та, не та. Нет. Вы хотите включить микрофон у Лейлы, правильно я понимаю? Да. Нет, я хочу у всех включить. Все включено. Так, а у Дорогима выключено. Да. Мне кажется, тут нету кнопки у всех включить. Да? Угу. Сейчас. Нет, если выключить, то... Если всех выключить, значит, и можно это самое у всех включить, наверное. Ну, ладно. Ага. Аудио Айн. Опа. Ну-ка. Мэр. Видео, так. Он бененен, так. Энфермен. Нет, больше нету. Аудио Айн. Не хочет слушаться, нет. Ну, не знаю. Кто может включить Эбрагима? Эбрагим может включить. Сам включить. Ага. Ну, ладно. Короче, я бы очень просил, когда хотите говорить, поднимайте ладошку, ладно? Угу. Так, а теперь поехали к делу. Кто знает, чему мы сегодня удивляемся? Ну, к Великой Китайской Стене. Угу. Правильно. Вот. А кто предлагал нам удивляться Великой Китайской Стене в прошлый раз? Чьё было предложение? По-моему, был кто-то мальчик, который предложил удивляться. Так, ну и что вы знаете, что есть удивительного в Великой Китайской Стене? То, что она очень длинная. Так, а сколько длинная? Очень, 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 очень. Ну, сколько очень, это очень, это сколько очень? Ммм. Не знаю, только знаю, что она большая. Ну, например, если стена 100 километров, это очень много? Ну, Китайская стена должна быть больше. Больше, да? Значит, смотри, ты где живешь? Где я? Я из Москвы. В Москве. Вот если поперек Москвы ехать от МКАД до МКАД, сколько километров будет? Ну, так, по диаметру пересечь Москву, как думаешь, сколько километров? Не знаю. Не знаешь. Значит, вот смотри. Можно я скажу? Да. Сколько километров? 21 тысяча, 21 тысяча 196 километров. О, это про китайскую стену, правильно? Да. Да, очень похоже. Я читал 23 тысячи. Но дело в том, что это несколько стен, это не одна стена. Да, их там несколько. Их там несколько, и они там, есть разные ответвления поперек и так далее. Они так запутаны, они не то чтобы по кругу, они и туда идут, и еще идут как бы неровно. Ну да, 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 вот. Значит, ну не по прямой они идут. Но если вот только взять одну стену, то она где-то пять с половиной тысяч километров. Вот, пять с половиной тысяч километров, но это очень много, очень много. Они идти, это очень долго. Да, ну и там есть много участков, ну которые уже упали совсем, и там земли, чего-то видно. Вот, но я вот сейчас попробую включить демонстрацию экрана и скажу, чего меня там... Ее все нужно, наверное, пройти 36 дней. А, ну, не знаю. Человек может, так сказать, с легким рюкзачком проходить в день, ну может быть, 50 километров, может быть, даже 100 может проходить. Но 100 очень тяжело. Вот, будем считать, что 50. Но если 50 километров в день, то это значит 100 дней, правильно? Каждый день по 50 километров. За 100 дней может пройти. Вот. Не так уж много, это три месяца всего. Вот. Я сейчас вам покажу, чего меня удивило, ребята. Вот смотрите, сейчас я открою вам свой экран. Вот. Да. Вот. Ага. Так, здесь вот у меня. О. О, видите? Да. Карту видите, да? Перечу записывать, можно еще нечего. Да, сточем. Вот смотрите, вот тут вот посредине. Так, сейчас меня тут Василина учила рисовать. сейчас. Я забыл уже. Нажимать. А, по-моему. Да, о. Сейчас. Да, вот видно. Так, кто тут? Ну-ка уберите ваше это. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Это, наверное, китайская стена, да? Ну, вот это красненькая, да, правильно, да. Так, я хочу найти карандаш. Где тут карандаш, что-то, около, манал. Ага. Это было только в одном месте, по кругу. Остальное просто как. Вот смотрите, значит, вот тут проходит китайская стена, вот она. А вот это уже граница с Россией, вот. Вот где я сейчас рисую, тут у нас проходит река Амур. Понятно, примерно вот в этом месте встретились китайцы с русским князем, которого туда послал царь, ну, для того, чтобы договориться, где будет граница. А вот это море, как называется? Ну, это вообще-то Тихий океан, но там разные моря, А, Тихий океан. моря южно-китайская, там еще какое-то. А, поняла. Вот. Значит, и вот китайцы приехали, и они надеялись, русские согласятся, чтобы граница была по великой китайской стени. А этот князь сказал, ну, они у него спросили, у русских. А? Какой князь? А? Какой князь? Это русский или китайский? Там русский был князь, и китайский тоже был князь. Ну, только по-китайски. Конечно, в Китае это называется не князь, а как-то по-другому, да? Ну, китайский. Китайский какой-то князь. Вот, так же, подождите, дайте мне вот эту. Теперь вот эту. что делает тут? Да, я сейчас открываю про китайскую стену картинку. Вот он, граф этот. Не вижу. Совсем не вижу. Сейчас. Здесь люди, и они скарствуются. Так. Вообще это сейчас. Это вот этот вот. Вот. А я не вижу картинку. Вот. Ну, не знаю, что надо делать. У меня она показывает на экране. А кто увидит картинку? Есть кто увидит? Странно. Я вижу. Да, она есть. Просто вы промотайте как бы экран. Кто-то даже рисует. Тоже есть картинка, где люди какие-то. Люди. И вот здесь сидит вот этот граф. Да. Подождите. А где? Побери карандаш здесь. Карандаш. И не знаю. Вот здесь не знаю. Краски я нашел. Толщину нашел. А где сам карандаш? Куда он, черт, девался? Не знаю. Стрелка. Палочки. Так. Ну, не знаю, что было. Это было очень давно, поэтому там не было карандашов. Ага. Да, наверное. Вот он этот князь. Вот он. Видите? Я показывал. Я показывал. Знаете, дорогие китайцы, давайте мы будем границу делать по реке Амур. Понимаете, да? Так, а где на этом? Помогите. Алло. Гайхилл, Соломана. Да-да. Вот. Вот это. Видите? Вот это, что я натворил. Вот. Нажми там, внизу выхода, там есть такая надпись. Да. Это. Нажми, и там будет картинка. Ну да. Я вот сейчас показываю карту. Вы карту видите? Да. Я вижу. Да, я вижу. Я нет. Это значит, тот, кто не видит, ему просто медленно показывают. Видим, видим карту. Вот. Нажми там, внизу выхода, наспись. Такая синяя. Сейчас, подожди. Сейчас. У меня тут, есть только камеру перевернуть. Вот, смотри, внизу выхода, там написано, переключить акцию экрана. Нажимаешь, и там картинка. Вот, ребята, смотрите, значит, китайцы надеялись, что граница пройдет вот здесь. Вот тут. По китайской стене. Понятно? Угу. А русский, я себе сказал, да, вот здесь по речке пусть проходит, вот здесь. Тогда вы опять наберутся. Вот. Говорит, вот тут по речке пусть проходит, вот здесь. Вот представляете, сколько территорий он китайцам просто подалил. Да. А зачем? Ну, я не знаю, почему. Дело в том, чтобы защититься от это, тех, которых нападают. Ну, тогда так для этого. для этого китайская стена была, правильно? Да. Вот. Ну, вот. В то время китайцы воевали как раз в это время с русскими. Нападали на них, на какие-то крепости на русские нападали и так далее. Ну, вот. Ну, и, может быть, еще поэтому князь согласился по речке, потому что через речку нападать очень трудно, правда? Да. А что еще есть удивительного в китайской стене? Что она очень длинная, что очень много работы там было, что там миллион человек погибло, когда ее строили. А что еще? что ее строили где-то 200 лет. Тогда появились первые телефоны, наверное. нет, с 475 по 221 год до нашей эры. Мога. Мога. Ну, сначала 200 лет, плюс-минус. Ну, да, ну, ее потом строили уже очень недавно, совсем, 1700 в каком-то году. Ну, да. И даже 1800 строили, и даже сейчас строят, потому что сейчас реконструируют, ну, достраивают, поправляют. там уже некоторые части очень старые, и они просто разваливаются. Правильно. Ну, это в основном для туристов, чтобы там было безопасно ходить. Да, там же много ходят просто. Вот у нас, например, в Москве, у нас же тоже есть Китай, город и Китайская стена, Китайская стена, знаете? Кто знает Москве Китайскую стену? Ну, как же, вы в Москве живете и не знаете Китайскую стену? А почему она Китайская? А потому что... А, Красная площадь? Ну, смотрите, Красная площадь, это как раз начинается Китай-город. То есть, там, где Кремль, вот эта вот крепость, где Кремль, это центральная. А дальше Красная площадь, там, где стоит Гум. А, я понял. Вот, это все Китай-город. Так вот, от Кремля, от Кремлевской стены, отходит другая стена, которая идет... Да, это уже китайская. Которая идет к историческому... Ну, они здесь, в Москве, сейчас. А где? А покажите, где Красная площадь? Красная площадь? Сейчас попробую показать. Так, мы вот так сделаем, вот так вот. Сейчас, это надо переключить инструмент. Вот так. Не, я знаю про Красную площадь, но... Вот. Сейчас мы посмотрим, ребята, спокойно. Не, знаю Красную площадь. На, выходили. Только я ее молодежь. Ходили очень, 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 очень далеко хожусь. Карта. Алло. Вот, да, по карте я хочу. Я знаю китайскую стену. О, это с ней, Красную площадь тоже. Но там, что-то стена, не помню. я не понимаю, где она. Так, ну вот, не трой Китай город. Китай город. Не трой Китай город. А где тут Кремль? Угу. Угу. Ну понятно. А китайская стена? Сейчас, подождите, дайте-ка я как-нибудь удалю вот это вот, вот эти вот штучки. это московская китайская стена. Значит, вот, вот это у нас, посмотрим, я смотрю, где тут Кремль-то. Ммм, да, вот это Китай город, да, не вижу. Ага, сообразил, вот, вот это у нас Кремль, вот это вот. Вот это Кремль. Так, дайте-ка мне тоже инструмент какой-нибудь. Вот, смотрите, вот это у нас Кремль, вот. Вот, это Кремль. Правильно я показываю? Да. Ах, не, немножко неправильно, потому что тут вот. там немного не заходит. Ну, понятно же, что именно там. вот отсюда, вот отсюда, идет китайская стена, вот так вот она идет. А-а-а. Нет, она не здесь идет. Что-то не пойму я тут, что тут нарисовано. Дело в том, что вот это же у нас Яуза, правильно? Вот это течет. Опять что-то странно, опять пропала картинка. Подождите-ка, сейчас мы это переключим снова. Странно, у меня опять пропала эта. Так-так-так, ну-ка. Так-так-так. Во, вот это хорошая картинка, вот тут Кремль хорошо покажет. Смотри, это, ты видишь внизу выйти, переключить акцию экрана? Нет, нет, у меня тут переключить переключить акции экрана. Где-то. Внизу выйти. Ага, вот. Во, ребята, во, я расшел. Вот правильная картинка. Внизу выйти. Я нажимаю внизу выйти сейчас. Вот так получается. Нет. вот смотрите, вот Кремль и красный так только это самое. Получилось. Ребятки, смотрите, вот красная площадь, вот она. Вот это красная площадь, вот. Вижу. Вот. И вот это Кремль, вот так идет, вот так, вот сюда пошел вдоль речки, да. Вот с этой стороны сейчас нету речки, но там раньше текла речка, она находится под землей и называется неглинная. Просто ее нельзя посмотреть. Что, что? Ее никак нельзя посмотреть. Ну, там специально нужно экскурсию брать, туда вниз опускают людей в специальной одежде, но вообще это опасное очень занятие, потому что там очень плохой воздух. Так вот, к этому Кремлю вот здесь пристроена китайская стена, вот она. Это Китай город, вот она. вот в этом месте находится политехнический музей. Кто был в политехническом музее? Я там ни разу не был, я не в России живу. Ну, вот. Значит, вот это китайская стена, а вот здесь вот с этой улицы, вот отсюда, сейчас я возьму другую краску, секундочку, вот, вот отсюда. Обычно въезжает вся техника, когда идет парад, вот отсюда. Вот это улица Тверская, вот эта, да? И вот сейчас совсем новую построили китайскую стену вот здесь, в этом месте. Там ворота такие, через которые можно проходить и въезжает, значит, всевозможная техника, когда она идет на парад, понятно? Да, посмотреть такую стену. Ну, вот, да, можно, сейчас мы давайте посмотрим, мы включим с вами картинки, вот давайте сейчас мы посмотрим, вот, мы вот так уберем Китай-город, найти картинки, а, вот она, сейчас будет, да, вот она, так, а что такое, какие-то кошки выскочили, Москва-город, почему-то все уничтожило, сейчас, уничтожило, вот я имел в виду вот эту вот стену, ее построили совсем недавно, о, я, 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 по-моему, знаю, вот в советское время, вот этого куска стены не было, ага, понятно, вот, иверские ворота это называется, иверские ворота, да, конечно, это не китайская стена, не, минуточку, минуточку, вот отсюда начинается Китай-город, вот, вот это у нас исторический музей, дальше, дальше, вон туда, а, подождите, это вид с Красной площади, да, ага, правильно, вот, с той стороны от исторического музея, там такие же еще ворота, которые соединяются с Кремлевской стеной, а вот в эту сторону, в сторону площади Свердлова, туда, к Большому театру, туда пошла сама Китайская стена, а вот эта часть, это точно ее кусок, а то, что это ворота, ну, да, вот это вид с обратной стороны, а вот это, я даже не знаю, где это такое, это тоже какой-то новострой. Ну, это около входа в Манеж, в здание предыдущего. Ну, да. А это Иверские ворота, их построили, воссоздали, потому что справа, вот за этим двухэтажным зданием, церковь Иверской Богоматери, ее восстановили, и под эту церковь построили вот эти ворота, их восстановили. Ну, да, да, церковь, кстати, здесь мы не видим картинку, здесь находятся вместе, вот в уголочке. Иверской Богоматери, она действующая, и ворота к ней относятся, Иверской. Да, да, вот, а вот это уже площадь Свердлова, по-моему, вот это метро здесь, да, и вот дальше пошла, вот дальше пошла китайская стена. Вот китайская стена, да, да, совершенно видно. Вот красная. Да, вот эта красная, это китайская стена. Вот, а вот это иверская этой матери. Вот. Ну, да, вот она. Вот это совсем новострой. Вот, совсем новострой. А раньше, когда в советское время этой церкви вообще не было, и на этом месте был общественный туалет, под землю ходили, ну, по нуждам, понятно? Песели? Под землю. Да, конечно. Ну, варвары были, что делать? Да не так быстро. Вот это новострой, это снова построено, ну, совсем недавно. А вот тут, вот в этом месте, тут участок стены, который со старых времен сохранился. И туда он дальше идет к детскому миру, и так далее, потом на нижнюю площадь. Детский мир. Да, а чего? Маффинка. Маффинка. Машина. Так, ну, что-то здесь мало китайская стена показана почему-то. Я помню это. Страна России, гостиница России, она была, кусок большой, стоял прямо на скварике. Ну, она сейчас там стоит. Люди. Странно, что на фотографиях здесь нигде нету. Так, давайте удаляйте, кто это все там делает. Алло, рисовальщики. Отключите просто рисовалку, и все. Сергей, можете отключить рисовалку? Так, а вот это, это сам Кремль у нас идет. Так, ну, китайская стена здесь на фотографиях не представлена. Это, о, так, вот это что такое? не знаю места. Так, это похоже... Нет, это не ЦУН. Я не понимаю, что это. Нет, это не то, не то, но я просто не могу понять, где это. О, вот какой-то новый кусок. Ага, я знаю, что это такое. Знаете, что это такое? Что? Это, по-моему, вид со стороны детского мира. Нет? Это детский мир. Да, 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 да. У Мира там этот самый стоит торговый центр. Нет, а вот здесь ворота, и туда проход, наверное, на Никольской улице. Нет, там же памятник должен быть первопечатником. А, да, верно. Там подруг выглядит это. А тут что у нас? Это памятник площадь Нагина. Вы показываете сквер, вот предыдущий, там памятник героям Клевну. Нет, а вот это что? Можете, пожалуйста, отключить, рисовалку, и все. Одни из ворот, наверное, кремлевских каких-то. Нет, нет, нет. Вот, по-моему, что-то я никак не признаю, что это такое. Вот это вот памятник героям, это то, что в сквере стоит. А, вот это? Да. Это второй выход в верхний Китай-город. Около политехнического. А, вот это, да? Ну, понятно. Так, а вот это у нас что такое? Вот это, вот это новая башня. Это площадь Свердлова, понятно. А вот это вообще что-то такое новое. Вот, 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 вот это, вот. И вот тут гостиница Россия, вот туда внутрь. И вот эта вот улица спускается прямо, мы в Москварике спускаемся. В Москварике, да, вот здесь сюда налево, да? Вот эта стена, вот эти. Вот это я искал. Вот, а внутри, вот здесь гостиница Россия, ее снесли. А что там написано? Вот она. Ну, теперь там это, теперь там парк, да? Вот это самая-самая древняя, вот эта часть китайской стены, которая осталась. А, в этом, вот это что написано? Направо вход в метро, а налево прямо мы выходим на набережную. Ну, да, да. Да, а что там написано? А что там написано? Вот тут. Чистые труды и Китай-город, доступные места здесь и жилье. Китай-город. Ага. А это где? Ну, это Арбат, по-моему. Это что? Половинку такая, а половинку такая. Что это, Григорьская улица? Ну, не знаю. А это? Это? Сейчас рассмотрим. Поближе давайте. Сейчас будут в Кремле, старые зимы, и старые зимы. А тут нет феи, которые под, это, водой, которая под, под рекой, которая непроходная. В смысле, ты про неглинную реку говоришь? Да, которая... Фото, вот, написано, фото. Давайте, я выключаю демонстрацию, где-нибудь тут найду. Вот. Ну, вот. Так, теперь, ребятки, вот что давайте. Давайте подумаем, чему мы будем удивляться в следующий раз. удивляться, удивляться, ну, этой, ну, башней, которая кривая. А, которая в Италии? Да. Которая наклонилась? Да. 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 Та сторона. А она зачем наклонилась? Она не зачем, а почему? Да, она сама так, когда при постройке, она наклонилась так, и решили так и оставить. Нет, дело в том, что древние строители, они грунт не исследовали, на котором стоили, они просто брали и строили. А потом оказалось, что там земля под этой башней, она очень неодинаковая. И с одной стороны, земля оказалась мягкая, а с другой стороны, твердая. И там, где мягкая, она начала в ту сторону наклоняться. И мягкая была вон там? Ну, да. А мягкая, где наклонялась, а это твердая, где они откуда-то. Да. Ну, так, а еще какие есть идеи? Это Парижа, это, которая башня Парижа. А, Эйфельная башня? Да. Наверное. Скай 3. Я знаю, правильно. А есть что-нибудь такое, чего можно удивить. Да, вон там руку кто-то поднял. Говори. Самая глубокая впадина. А, Марианская впадина. Марианская впадина, да? Можно? Угу. Легка мазонка. Так, кто там тянет? Георг, давай. Это Токио Тово. Токио что? Тово. Токио, а дальше непонятно. Ну, Тово. Башня Токио. А, то есть там есть какой-то современный дом? Давай, Лея. Башня большая, такая красная. Забыла. Подожди, сейчас вспомню. Ну, что, вспоминай. Подождите, забыл, как это место называется. А, нет, 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 а, где-то, а, ВДНХ. Чего-чего, ВДНХ? ВДНХ. а чему там удивляться? ВДНХ. Не, ну, мало ли кто чему удивляться. У меня, ребятки, вот какой вопрос. Смотрите-ка, мы с вами удивляемся различным каким-то предметом. Там, китайская стена, Великая пирамида, да? Третьяковская горе. Что? Третьяковская горе. Какая галерея? Третьяковская. Третьяковская, да? Да. Ну, да. Коллекция Третьяков. Давайте в шаровой молнии удивляться. В шаровой молнии? Да, интересная вообще, да, вещь. А, это самое. А можно удивляться чему-нибудь такому, чего не является материальным предметом? То есть, странами? Нет, космическими. Странами. Вот у меня здесь, где я живу, в Германии, в соседнем городе живет женщина, которая композитор. Она любимая ученица композитора Хачатуряна. Ну, сейчас ей уже много лет, Хачатурян уже давно умер. Вот, она пишет музыку. Я у нее спросил, Оля, а чему можно удивляться нематериальным? Знаете, что она сказала? Она сказала, а вот есть такое видео, где шесть человек играет на одной виолончели. Представляете? А вы по-германске спросили. Что-что? Вы ее спросили по-германски? Нет, она по-русски говорит, ее фамилия Магеденко, и раньше она жила в Москве, недалеко от улицы, первой Тверской улицы. Вот. А вы знаете про страну Азербайджан? Конечно, я даже там был. Я был в городе... А мои папа и мама это родились в Азербайджане. Я был в городе... Папа в Баку, столица это Азербайджан, а мама ну там в Азербайджане. Ну да, а я был в Менгичауле. Я знаю этот. А можно я... Ибрай... Давай, Георг. Это который в Америке статуя свободы. Я знаю по ней. Она типа там фахел держит. Кстати, эту статую, эту статую построили в другом городе и типа ну потом ее заказывали и потом отменили заказ. И потом ее разобрали и привезли в Америку. Вообще не в Америке построили? Ну, по-моему, нет. Ну, статуя свободы это подарок Франции и Америке. Да, 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 вот. Где стоит статуя такая же, вы знаете? Где? Точно такая же статуя, где стоит еще? В Японии еще стоит. Копия статуи свободы, где стоит еще, кто знает? В Англии. Я, я, я. В Париже. В Париже. А в Японии тоже настоя и в Париже хотели поставить статую свободы на место вот этой эльфа-левы башни, но потом отказались и подарили из-за этого ее унесли в Америку, подарили Америку. В Америку ее подарили, это был подарок. И после этого на том же месте, где хотели поставить статую свободы, там поставили эльфа-леву башню. Так, минуточку, а в Париже копия она чего, такой же величины? Нет, она маленькая. Нет, она маленькая, да. А, понятно. Можно я, можно я? Давай. А в Японии тоже есть статуя свободы. Она на Удайбе возле моря такой. Возле моря она находится, эта статуя свободы. Там она чуть-чуть маленькая, но мама говорила, что это Америка подарила Японии статуи свободы. Это маленькая. Да. Вот. Но у меня вот тоже есть материальное, чему я очень удивлен. Вот представьте себя, что в Тихом океане, там, где глубина 6,5 километров, затонула подводная лодка с атомными ракетами. А Титаник? А Титаник где? Титаник, он в Атлантическом океане, там тоже глубина порядка 6 километров. А, там Айзер, типа? Да, типа, там айсберги из-за этого. Представляете, что такое современная подводная лодка? Да, она очень защищенная. 200 метров длиной, совершенно огромный вес. Это как квартира почти. Какая квартира? Это огромный дом. Да. Высота этого дома больше, чем пятиэтажный дом. Больше. Да. Вот. Семнадцатый этажный. И вот теперь представляете, эта лодка затонула на глубину 6,5 километров. И что? А, наверное, потому что она слегка тюзла. Это была советская лодка. И советские не знали. А там что, ракеты были? Да, ракеты с атомными боеголовками. Они взорвались или остались? Они взорвались. Вот. И русские не знали, где она затонула, потому что она не подала никакого сигнала, они очень приблизительно знали большой очень район. И не могли ее найти. Вот. А американцы, американцы у них по всему Тихому океану уже тогда, это было в конце 60-х, по-моему, годов, или, да, наверное, в 68-м году она затонула. А американцев уже тогда по всему Тихому океану стояли специальные датчики, которые засекли эту лодку, и они точно знали, где она затонула. Да? Да. А ее начали. Значит, и военные пошли к президенту и сказали, а давайте мы ее поднимем. Там у русских очень много секретов. Если мы ее достанем, мы эти секреты все узнаем. И вот с глубины 6,5 километров в строжайшей тайне, абсолютной тайне, никто так и не узнал, что они это делают, они эту лодку со дна моря с глубины 6,5 километров достали. А это разные эти, как сказать, секреты. Да, они там секреты. Это, конечно, узнали. Какие секреты? Вот. А теперь представьте себе, какая глубина и какой вес этой лодки подводной. И какой должен быть корабль. А в нее разве вода не залилась после того, как она потонула? Ну, конечно, залилась. А как они тогда все это в целости сохранили? Ну, там это самое, у нее просто дырка была. Одна? Ну, вот. Вот это очень интересно, как они ее с этого достали. Ну, ладно, я понял ваше предложение. Какое предложение принимаем? Давайте как-то обсудим. Значит, Эйфелева башня, Сатэр Свободы. Токио башня. Шаровая молния. Шаровая молния, да? Да. Можно Токио башня. Токио башня, да? Так, ну, а как будем решать, что будем в следующий раз? У нас много предложений. У меня было шесть человек играет на виолончели. Давайте Шарову молнию. Токио башня, Токио башня. Я склоняюсь, чтобы Токио башня. Шарову Токио башня давайте. Хорошо, давайте Токио башня. Георг, ты нам поможешь? А? Ты нам поможешь? Да. Ты нам что-нибудь про нее расскажешь в следующий раз? Расскажу. Да, и покажешь какие-то картинки, да? Да, только я не могу показать, как это, тут не могу изобразить это фотограф. Не, ну, так ты же возьмешь в интернете какие-то картинки, на экран выведешь и нам покажешь, да? А, ну, да. Ну, так же, как я показываю, так и ты можешь, правда? Ну, да. Ну, хорошо. Решили, значит, Токио башня, хорошо? Давайте. Ребята, что еще будет? Вот, думайте и пишите в Нешколу вертолет, пишите, чему будем удивляться, ладно? Угу. Ну, все, спасибо. Токио башня. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok